Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас уже 4 февраля. На улице так хорошо. Уже ощущается весна. Пахнет уже весной. День начал прибавляться. Солнышко стало все больше и больше. И как же мы без посевов цветов? Да никак. Без этого мы жить просто не можем, друзья. И поэтому сегодня я хочу вместе с вами посеять такой многолетник, красивый, просто обалденный цветок. Называется купальница. Я очень хочу вырастить у себя купальницу. Одна купальница у меня уже есть. Такая, знаете, как оранжевыми цветочками. Покупала я ее на рынке. Вот, но мне моя подписчица Таня с Мурманской области прислала вот эти семена собственного сбора. Это купальница желтая. Такая, прямо как розочки смотрится. Обалденно просто. Очень красиво. И я тоже решила посеять. По осени я посеяла под зиму. Не знаю, взойдет, не взойдет. Но посмотрим. Посеяла аквилегию и посеяла купальницу. Вот, но еще я хочу вырастить ее дома, в домашних условиях, методом рассады, да. То есть, может быть, у меня и рассаду кто-то будет брать. Дай бог, чтобы она у меня получилась. Вот, и сегодня я хочу показать два метода посева семян купальницы, друзья, в домашних условиях. Метод один будет с горячей водой. Кто помнит, я сеяла дихондру. Посмотрите, какая она лапочка. Кто помнит этот ролик, сеяла я ее именно с кипятком. И вот, посмотрите, какой результат. То есть, до этого я показывала всходы, только-только они начинали проклевываться. Но посмотрите, как уже наросла дихондра. Это просто шикардос. Шикардос. Вот, сеяла я ее 20 января. И вот она уже какая на сегодняшний день. Вот. И поэтому я решила сделать один метод. Метод стратификации, да. Посеяв купальницу. И метод с горячей водой. Хочу посмотреть, какой метод будет все-таки лучше. Ну и для себя, и, конечно, для вас, друзья. И давайте приступим. Так. Предварительно. Предварительно. Метод, который со стратификацией я... Сейчас я маленько приподниму камеру, друзья. Вот. Который я буду сеять сейчас методом стратификации, да. Предварительно, друзья, я замочила семена. Я замочила их в НВ-101. То есть, НВ-101. То есть, это энергетик, то есть, стимулятор. Замочила их на 10 часов в ватном диске. То есть, как замачивается, это, значит, одна-две капли на литр воды. Все промачиваются диски. Вот они, посмотрите, уже какие семена уже немного разбухли. Семена, конечно, достаточно мелкие. Вот. Ну, не совсем, конечно, как пыльные семена, но мелкие, друзья. Вот они, видите. И будем с вами сеять. Предварительно. А, в чем еще можно замачивать, друзья? Способов, на самом деле, очень много. Также можно выжать обычный алои, да. То есть, например, одна капля, например, один к одному, да. Выжимаете сок алои, он тоже будет идти, как у нас стимулятор. Стимулятор и корнеобразователем. Также можно использовать, если у вас этого нет. Но есть у вас, например, вы что-то укореняете, да. Какие-то цветочки, да. Вот видите, какие корешочки. Вот эта водичка ни в коем случае не выливайте. Это просто золотая водичка, которая и будет нашим стимулятором. Вот. Еще какой способ. То есть, можно также нарезать веточки ивы, да. И настоять их, да, когда уже корешочки пойдут, когда листочки начнут распускаться. И использовать вот эту водичку тоже как стимулятор. Но если нужно, например, очень быстро сделать, да. То есть, я вам сказала, это NV101, это сок алоя, да, у нас действует. Но можно также еще, хочу сказать, что отличный метод. Вот бабушка моя так делала. Веточки ивы просто берете, делаете отвар. Делаете отвар, то есть, это чтобы быстрее этот процесс пошел. И вот в эту водичку, после того, как остудили, также идет у нас как стимулятор корнеобразования. И также для всхода в семян, то есть, замачивать семена можно в этой водичке. То есть, вот такой вот, как бы вам небольшой секрет я открываю. Ну, может быть, кто-то знает, но кто-то не знает, друзья. Если есть у вас еще какой-то метод, обязательно поделитесь со мной. И в следующий раз я, возможно, сделаю именно так, как вы. Для того и создан канал. Я вам уже говорила не раз. Вот, и давайте приступим. Приступим. Так, у нас здесь будем мы сеть со стимулятором. Ой, со статификацией. Сейчас я пущу камеру. Вот, приготовила я контейнер вот такой. Сильно много сеять не буду, уже полила. Здесь у меня идет обычный цветочный грунт. Он должен быть такой рыхлый, хороший, мягкий. То есть, именно для цветущих. Я использую теравиту там, либо другие грунты, но именно цветочные. Можно и самим, конечно, сделать. Вот, ну и, как бы, я люблю так. Сделала, говорю вам уже, дренажное отверстие. Сверху сделала тоже небольшие дырочки. Для того, чтобы потом растяжки наши попадал в воздух и дышали. Вот. Промочила уже. И будем с вами сейчас сеять. Сейчас я выжму диски. Вот эти от водички. Хорошенечко. Чтобы нам лучше было сеять. Можно, конечно, и на бумажку высыпать и чуть-чуть подсушить. Но я прямо вот так вот буду сейчас сеять. Они сейчас уже более-менее сухие. Я водичку отжала. И вот так вот с вами присаливаем. Присали. Можно зубочисткой, конечно, все это делать, но это очень долго. Это ладно, там, когда семян мало, там другой разговор. Вот. С одного диска высыпали. Видите, какие уже разбухли, хорошенькие. И сюда. Присыпали. Все. Теперь я возьму тот же самый грунт. Тот же самый грунт. И немножко вот так вот присыплю. Буквально там миллиметра два-три. То есть чуть-чуть присыпаем. Можно и песочком присыпать. Вот. Просто у меня песочек закончился, надо будет купить. Можно и песочком присыпать. Все. И теперь... Так. И теперь этой же водичкой я сейчас пролью. То есть тут же тоже у меня разбалено. У меня, я же вам говорила, целый литр сделала, да? НВ-101, то есть две капли на литр воды. И этой же водичкой я сейчас пролью. Я вам еще раз говорю, можно также использовать водичку из-под цветочков, да? Которые у нас стоят на укоренении. Либо ива, либо отвар. Вот, все полили, крышечку закрыли. Сейчас я все это дело поставлю в холодильник. Можно поставить в холодильник, можно вынести на улицу. То есть буквально там на пару денечков и занести. Все, ставим под подсветку, в теплое место. И будем ждать результатов. Поехали дальше. Так. Здесь я тоже уже все приготовила. Грунт насыпала. Не стала уже отнимать ваше время драгоценное. Поэтому... И будем сейчас сеять методом с кипятком. Кипятком. Высыплю сейчас семена. Семян тут мне еще хватит. Ого-го, насколько я думаю, на будущий год они тоже будут еще схожи. И давайте присолили вот так вот. Так же присыпали. Все свои результаты, что у меня в сходе, друзья, я вам все стараюсь показывать. Не скрывая. Присыпали. Сейчас я налью в стакан горячей воды. Возьму спринцовочку. Честно говоря, мне вот этот способ понравился. Прямо реально понравился, друзья. Вы пробуйте тоже. Не бойтесь. Можете сделать пополам-напополам. То есть посадить и так, и так. И сделать для себя потом выводы. Как вам лучше, как вам удобнее. Все. Палили. Закрыли. Вот. И эту купальницу я уже поставлю на стеллажик, друзья. Под подсветку. И посмотрим, какой способ будет лучше. Выращивайте вот такую красоту. Потому что, ну, без нее никак. Все-таки, знаете, сейчас в такое время, да, когда в стране творится вот такое, да, и одно радует, да, выйдешь в сад и любуешься цветами. Тем самым вдохновляешься, заряжаешься энергией. Как и я, как и вы. То есть без этого мы уже не можем никак. Вот такие мы цвезданутые и цветанутые. В общем, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не потерять канал. Всем хорошего настроения вам, тепла и добра. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok